Ребята, привет! Сегодня хочу поговорить с вами про такую концепцию, как поиск себя. Вы наверняка не раз задавались вопросом или слышали вопрос, как найти себя. Я хочу развеять 5 мифов, которые я вижу в этой концепции, почему эта концепция спорная и она ни к чему не приводит. Недавно у себя в Инстаграме, Элина Дейли, вот под этим постом я задала вопрос. Ребята, расскажите, пожалуйста, что для вас поиск себя? Может быть, кто-то из вас искал, расскажите, что это? И вот здесь очень много людей оставило комментарий, там более 100 комментариев. Можете зайти, почитать, оставить свой. И я нашла одну такую общую вещь. Я вообще думаю, что формулировка поиск себя должна звучать как познание себя. Потому что поиск это вообще, это неправильное название вот этого всего процесса. Мы же физически, мы существуем. И мы здоровы, мы в здравом уме. Соответственно, мы не можем потеряться. Люди не могут теряться, если они находятся в адекватном состоянии. Да, можно запутаться в каких-то своих желаниях и в своем выборе. Но это не означает, что вам нужно искать себя. Поэтому первый миф, он как раз заключается в том, что себя можно найти. Нет, себя нельзя найти, потому что себя нельзя потерять. Мы не теряемся. Мы заблуждаемся, мы запутываемся. И вот здесь как раз и кроется одна из других важных таких частей всей вот этой концепции познания себя. Что очень много людей вообще ничего про себя не знают. И с одной стороны, они думают, что они пытаются себя познавать через какие-то курсы, через какие-то книги. Но часто бывает так, что люди не применяют никакие знания, которые они получают из этих курсов. Или они применяют, может быть, одну пятую из той информации, которую они получили извне. И то же самое касается книг. Есть очень много людей, которые читают бесконечное количество книг о саморазвитии. Но так ни к чему и не приходит, ничего в их жизни не меняется. Эти книги потом они ругают и говорят, что это одно и то же. Это вода, я уже это слышал. Но если ты это слышал, то почему ты до сих пор этого не сделал? И почему это для тебя не работает? То есть, может быть, это не работает, потому что ты ничего не предпринял? И вот здесь тоже еще один такой происходит клэш в этой теме поиска себя. Потому что люди часто ничего не делают, чтобы на самом деле с собой познакомиться. Они создают иллюзию поиска, но действий конкретных никаких не предпринимают. И вот в том же посте в инстаграме одна из девушек написала, что она уже 4 года ищет себя и все никак не может найти. И на мой вопрос, а где будет конец этого поиска, она не смогла ничего ответить, потому что она не знает. И когда человек не понимает вообще, что включает в себя вот этот мифический поиск, то, конечно, он ничего не найдет. Потому что он не понимает, что он ищет, он не понимает, зачем идет. И, собственно говоря, поэтому мы не можем называть этот процесс поиска, потому что мы не понимаем, что мы ищем. И мы можем сказать, что мы ищем дело всей своей жизни, или мы ищем идеального для себя партнера, или что-то еще. Но дело всей жизни это тоже такая очень мифическая тема, в которую я, честно говоря, не очень верю. Это мы оставим на другое видео. Даже если мы назовем это знакомство с собой, что будет той финальной точкой, когда вы сможете сказать, что все, вы теперь себя хорошо знаете. И здесь же, опять-таки, я думаю, честно говоря, что человек не может себя знать хорошо, и даже до конца жизни он будет что-то новое про себя всегда. Все равно узнавать. Второй миф. На поиск себя нужны деньги. Окей, ну мы с вами уже разобрались, что себя мы больше не ищем. Но давайте представим себе, что мы думаем, что для того, чтобы с собой познакомиться и воссоединиться со своим внутренним я, нам нужны деньги. Опять-таки, я с этим в корне не согласна. В комментариях в инстаграме одна девушка написала, что нужно куда-то поехать, чтобы себя найти, нужно сменить работу и ничего не делать, и какое-то время быть без работы, чтобы было время подумать, чем ты хочешь заниматься и куда двигаться дальше, и на это тоже нужны деньги. И что вообще, может быть, нужно идти учиться, и это будет стоить много денег, что вот через учебу ты сможешь найти себя. Я с этим не согласна. Куда бы мы ни уехали, и в какой бы стране мы ни жили, мы везде берем себя с собой. И это уже тоже не сходится с концепцией поиска себя, потому что мы вот, вы же есть, вы существуете, вы никуда не терялись, и вы берете себя с собой, когда вы едете жить или работать, или учиться в другую страну. Нам кажется, что нам нужно что-то приобрести, чтобы себя найти. Вот нам нужно приобрести это путешествие, чтобы что-то в себе понять. Или нам нужно приобрести какие-то вещи материальные, чтобы лучше узнать, чего мы хотим. Но правда заключается в обратном. Нам нужно избавиться от максимального груза, от максимального шума, чтобы действительно увидеть и разглядеть, чего мы хотим, и познакомиться с собой, и услышать себя внутреннего. Дело в том, что когда вокруг нас со всех сторон сыпется чужое мнение, чужие какие-то стратегии, чужие модели поведения, чужие образы жизни, конечно, нам будет очень сложно понять, чего мы хотим сами, потому что мы постоянно смотрим на то, что делают другие. И мы не можем услышать себя, когда вокруг нас тысячи чужих голосов. И что самое интересное, это абсолютно бесполезные голоса, потому что, как правило, вот когда мы смотрим, например, мы скроллим ленту в инстаграме, мы смотрим на чужую жизнь, мы в этот момент абсолютно ничего не делаем для своей жизни. Да, мы, может быть, как бы вдохновляемся, и мы чаще всего оправдываем вот этот инстаграм как вдохновение. Но на самом деле это просто слив своего времени в внимание, в уделение внимания жизни других людей. Это, наверное, неплохо. Каждый сам выбирает, во что и как ему инвестировать свое время. Но нужно понимать, что если вы действительно хотите познать себя и узнать что-то новое о себе, чтобы улучшить качество своей жизни, то вам нужно совершать действия самостоятельно, а не смотреть на то, как совершают действия другие люди. И здесь вам нужны не деньги, чтобы что-то приобрести и купить. Вам нужна честность признаться себе в том, что вы сейчас придумаете очередную отговорку, чтобы не узнать себя по-лучшему. Третий миф. Где-то есть правильный ответ. И это очень удобно думать, что есть правильный ответ, который скажет нам, как нужно жить, где нужно работать, где нужно учиться, с кем нужно общаться, с кем быть, что делать. Но правильного ответа не существует. Никто не знает, как нужно жить правильно. И в этом вся прелесть жизни, в этом все приключения. И нужно этим наслаждаться. Мы почему-то так боимся этого, мы боимся признать, или мы боимся даже увидеть, что жизнь может складываться абсолютно по-разному. Только от нас зависит, как мы будем на это смотреть, и как мы будем это воспринимать. Будем ли мы думать, что эта жизнь, она хорошая, или мы будем думать, что это плохая жизнь. И только от нас зависит, захотим ли мы свою плохую жизнь как-то изменить. Или мы выбираем оставить все как есть, но при этом тогда нужно, опять же, быть честным с самим собой и не жаловаться на ту жизнь, которая нам не нравится, если это так. Правильного ответа нет и никогда не будет. И то, что вам кажется, возможно, правильным или комфортным сегодня, оно может не быть таким через 10 лет. Или тот ваш выбор, который казался правильным 5 лет назад, может больше не быть актуальным. И это тоже абсолютно нормально. И вот здесь важно всегда помнить, что нужно выходить за рамки вот этого квадратика, в котором вы живете, и мы все живем. И учиться смотреть на жизнь с разных сторон. Чтобы лучше познать себя, иногда люди обращаются к так называемым проводникам, которые помогают им найти, раскрыть какие-то свои стороны. И здесь есть такой миф, что другие лучше знают, как мне нужно жить. И вот мы идем за каким-то советом, например, к психоаналитику, к психотерапевту, или к ментору, или к коучу, или просто к другим людям. Мы можем обращаться к другим людям за советом и надеяться, что они нам скажут, что нужно делать. И мы тогда этим советом воспользуемся и переложим полностью ответственность за результат на мнение вот этого человека, у которого мы спросили совет. На самом деле, другие не знают лучше нас, что нужно делать. Конечно, если вы общаетесь со специалистом, и он может вас направить в нужное русло, в том числе и на путь познания себя, это замечательно. Но нужно понимать, что вы не сможете бесконечно просить у кого-то совет. Вам все равно нужно научиться жить самим собой и понимать, что вам нужно делать самостоятельно. И вот даже прямо сейчас представьте, что в той ситуации, в которой вы находитесь в своей жизни, вот прямо сейчас, что у вас нет никакой возможности у кого-то спросить, что вам делать. Что бы вы тогда сделали? Если вы в тишине посидите несколько минут и подумаете, вы поймете, что на самом деле вы знаете, что вам надо делать. И что никто лучше, чем вы сами, не знает, что вам делать. Вот здесь есть такой момент, что очень важно доверять себе. Потому что мы, когда занимаемся вот этим мифическим поиском себя, мы думаем, что мы где-то там в воздухе сейчас себя найдем, и все будет хорошо. Нет, на самом деле нужно просто поверить в то, что вы рулите своей жизнью, и вы знаете, в какое направление вы сами едете вместе со своей жизнью. И вот этот момент доверия, когда вы его нащупаете, вы поймете, что вам больше не нужно спрашивать советы у других людей. И вы также осознайте, что другие люди не знают лучше, чем вы, как вам нужно жить и как действовать. Наконец, пятый, мой любимый миф, что все рассосется само собой. Все как-нибудь разрулится. Так часто поступают люди, которые вообще не знают, что им нужно делать. Например, представьте себе человека, который лет пять работает на нелюбимой работе, он не знает, что ему делать дальше. Он вроде бы работу свою не любит, но менять он ее не хочет, потому что он не хочет менять шило на мыло. Он вроде бы готов сменить профессию, но он не знает, на что ее менять. И он не знает, как ему идти учиться, и как ему тогда совмещать работу с учебой. В общем, куча сразу каких-то непонятных обстоятельств возникает, непонятно, что с этим делать. И вот он думает, ну ладно, как-нибудь я потерплю еще, а потом все само собой рассосется. И вот так вот год за годом он остается в той же ситуации, ничего не меняется, никакие действия он не предпринимает. Он называет это поиск себя. Он говорит, что вот я думаю, чем мне заниматься, я ищу варианты. Но по факту человек, как правило, не совершает никакого реального действия. То есть он даже не заходит в Google поискать какую-то другую работу или поискать другую сферу, в которой он мог быть занят. Вот этот вот принцип такой немножко в таком постсоветском пространстве тоже в менталитете есть. Такой принцип авось. Само по себе ничего не решится, если вы не предпримите действия. Что со всем с этим делать? Вот поиск себя. Окей, мы поняли, что поиск себя не существует. А как жить-то дальше с этим? Окей, нам нужно теперь знакомиться с собой. А что это означает? Что нужно делать? И, ребята, прежде чем мы уйдем читать какую-то серьезную литературу или проводить какие-то конкретные практики или упражнения, которые помогут найти вот это свое внутреннее что-то, что вы как будто бы потеряли. Первое, что вам нужно сделать, это просто принять себя. Принять себя со всей своей историей, со всей той ситуацией, в которой вы сейчас находитесь. И честно себе признаться в том, что то, как вы сейчас живете, это последствия предыдущего выбора, который вы сделали. За это не нужно себя ругать, и не нужно винить себя за что-то, и не нужно в недоумении думать, ну почему все так, как есть? Почему у других вот все так хорошо, а у меня так нехорошо? Вы поверьте, ребята, у других не лучше, чем у вас. Я вообще думаю, что 98, наверное, процентов людей все погружены в свои заботы. Просто они не рассказывают об этом вслух, они об этом не делятся. И не потому, что они хотят просто транслировать какую-то идеально красивую жизнь, а часто потому, что у них даже нет времени делиться негативом, потому что сложные ситуации нужно разруливать, ими нужно заниматься. Еще есть такой момент, что многие не делятся, потому что они боятся. Они боятся признаться, что они профукали, что они сделали что-то не так в своей жизни, и они просто боятся показать другим вот это свое такое слабое место. Но, ребята, этого не нужно бояться, потому что у нас с вами у всех есть слабые места, и все мы не идеальны, и у всех есть ошибки, и у кого-то есть большие ошибки, у кого-то маленькие. Но это все жизнь, это часть жизни ошибаться, и такая же часть жизни признать эти свои ошибки. Дальше пора отделить свои желания от желаний социума, и понять, наконец, что вы хотите сами. На самом деле все знают, я вот верю в такую концепцию, что люди знают, чего они хотят, просто из-за того, что вокруг очень много шума, они либо не могут выбрать, потому что у них слишком широкий выбор, либо они не могут просто это даже разглядеть и расслышать внутри себя. И поэтому, опять-таки, важно с собой знакомиться и понимать свои внутренние желания, слушать свою интуицию. Вот эти все вещи, они такие тонкие, и люди очень часто ими не занимаются, они их не развивают, они не развивают свои какие-то внутренние качества, потому что это требует много времени и усилий. И всегда проще подглядеть какой-то быстрый шаблон поведения у другого человека где-нибудь в интернете, в какой-нибудь соцсети, применить его на себя, потом окажется, что вы в этом шаблоне несчастливы, потому что это абсолютно не соответствует вашим внутренним ценностям. И вы тогда принимаете, например, какой-то другой шаблон и тоже вот так вот пробуете все подряд. Но это тоже не тот метод, то есть вам нужно реально сначала встать на свои рельсы и понять вообще, куда вы движетесь, в какую сторону вы движетесь. И вам нужно отключить любой шум, который вас окружает, потому что он останавливает вас от того, чтобы двигаться дальше. Поэтому отключайте всех людей, на которых вы подписаны, которыми вы как будто бы вдохновляетесь, потому что они вас не вдохновляют, они вас дезориентируют. Дальше вам нужно перестать ждать одобрения от общества и перестать делать что-то, чтобы все считали вас хорошим человеком. Вообще нужно перестать стремиться быть хорошим, чтобы кому-то нравится. Мы очень часто какие-то действия совершаем в противовес своим внутренним желаниям, просто потому что так лучше, так будет лучше смотреться со стороны, так будет лучше для общества, для людей, которые на нас смотрят. Но будет ли так лучше для вас самих? Вообще нужно себя научиться ставить на первое место в своей жизни и не давать другим людям делать так, чтобы вы чувствовали вину за свой выбор. Потому что очень часто люди навязывают свою точку зрения, и вы ведетесь на эту точку зрения, в итоге вы несчастливы, потому что этот выбор был сделан не из внутреннего вашего состояния, а от какого-то внешнего фактора. И, наконец, финальная и самая главная стадия, на самом деле не финальная, а то, откуда все будет начинаться. Вы должны перестать жить на автопилоте, расставить грамотно свои ценности, свои приоритеты и потихоньку действовать в том направлении, которое поможет вам раскрыть какие-то свои внутренние качества, внутренние черты. Потому что нельзя и не нужно откладывать жизнь на потом. Это не в ваших интересах, вы будете просто терять время. В общем, итог видео такой. Хватит искать себя, пора себя создавать. И вот эта концепция создавать себя и знакомиться с собой мне нравится куда больше. Потому что, когда ты себя создаешь, ты уже по-другому относишься ко всем процессам. Ты уже с большей ответственностью относишься к тому, чтобы лепить что-то из себя, из своей жизни. Это не просто какой-то гипотетический пояс, когда ты так барахтаешься где-то в волнах и не знаешь, где берег, и ты не видишь, куда тебе нужно приплыть. Нет, ты себя создаешь, у тебя есть конкретная задача и конкретный какой-то формат ощутимый, в котором тебе нужно двигаться. Вот таким вот образом я отношусь к вот этой концепции поиска себя и модифицировала ее под себя таким образом, чтобы себя не искать, а создавать. Напишите, что вы думаете насчет всей этой темы с поиском и насколько вообще вам кажется уместна и корректна фраза поиск себя, искать себя. Если кто-то из вас искал себя какие-то прошлые годы, до того, как вы посмотрели это видео, расскажите, что вы делали, как это происходило. И вообще мне просто будет интересно ваше мнение по всей вот этой вот теме поиска с собой, что вы по этому поводу думаете. Подписывайтесь на мой канал, обязательно не пропускайте никаких видео, можете даже колокольчик поставить, чтобы все обновления получать первыми. И также я на связи с вами в инстаграме Elina Daily. Подписывайтесь и желаю вам всем хорошего дня. Пока! Еще больше крутых идей для улучшения качества жизни ищите вот в этом вот плейлисте про саморазвитие. И не забывайте посмотреть мое последнее видео, потому что оно очень интересное.